Привет, друзья! В эфире, по-моему, уже шестой выпуск нашей программы «Думай о недвижимости», в которой мы делимся мнениями экспертов, которые удалось собрать, ну а также некоторыми новостями, до которых удалось дотянуться. Речь идет, конечно же, о рынке недвижимости, и этот канал вообще посвящен и предназначен для профессионалов рынка недвижимости, поэтому я рассчитываю на то, что вы все-таки по-другому воспринимаете те новости, которые есть на рынке, а не устраиваете панику, и уж тем более не опираетесь на мнения разных блогеров, которые имеют, естественно, разные цели, рассказывая о тех или иных прогнозах на рынке недвижимости. Как и в прошлый раз, я самое интересное оставлю напоследок, а пока поделюсь просто новостями. Итак, начнем с Москвы. В частности, мэр Москвы заморозил штрафы за незаконные перепланировки, то есть, что называется, творите, что хотите, вам за это, по крайней мере, в течение этого года ничего не будет. Также заморожена кадастровая стоимость, то есть та стоимость, по которой оценивают сейчас объекты, будет оцениваться исключительно на 1 января 2022 года. Это и понятно, поскольку всевозможные колебания курса рубля, они, конечно, могли бы привести к неизвестно чему, и выводить кадастровую стоимость как-то там, исходя из статистики, очень сложно. В новости офисной недвижимости, по прогнозам экспертов, в этом году в два раза упадет объем продаж, уровень достигнет, ну, скажем так, некого дна за последние 13 лет. Кстати, по поводу законов, часть законов, которые вступили в силу в апреле месяце, можно посмотреть в предыдущем выпуске, номер 5, который мы делали ровно неделю назад. По статистике, именно на Дальнем Востоке, где сохранилась ипотека 2%, на сегодняшний день не упали продажи у застройщиков, конечно же, поскольку речь идет о субсидированной ипотеке в новостройках. ВТБ на днях опубликовал данные о структуре ипотечных сделок, и в частности, в первой декаде апреля 2022 года уровень новостроек, доля новостроек составила аж целых 80%. Если сравнивать с аналогичным периодом февраля месяца, то новостройки составляли 40%, и вторичка была больше, целых 43%. Еще значительную часть, порядка 17%, составляла рефинансирование. Сейчас рефинансирования нет вообще, а, как я уже сказал, новостройки занимают 80%. Мне кажется, они станут и больше, но посмотрим. Возможно, оставшиеся 16% вторички это некие сделки, которые перенесены еще с марта месяца. Кстати, мы снимаем этот материал в Сочи, и у нас на канале вышел эфир с Алексеем Олешко, мы обсуждали текущую ситуацию в этом регионе, текущие цены и те мифы, которые присутствуют у большинства жителей нашей страны, которые рассматривают разные площадки, открытые площадки, и находят там странные объекты с очень низкой стоимостью, и, собственно говоря, обсудили некую технологию, которая пользуется большинством местных риэлторов. Обычно это происходит следующим образом. Проступает звонок по объявлению на какой-то из открытых площадок, и спрашивает, вот я тут увидел у вас квартира за 5 миллионов. Это правда? Риэлтор говорит, да, конечно, правда, она есть. Можно приехать посмотреть? Да, конечно, можно приехать посмотреть. Точно-точно, я вот сейчас возьму билеты и приеду посмотреть. Да, конечно, точно-точно приезжайте. Человек берет билеты, пролетает в Сочи, его даже может быть встречать, говорит, ну как там насчет 5 миллионов, квартиры за 5 миллионов? Говорит, вы знаете, только сейчас, вот прямо сейчас, пока вы спускались по трапу самолета, она продана. Но сейчас есть такая же, только за 20. Вот такая технология массово встречается в Сочи, поэтому будьте аккуратны и не попадайтесь на такие уловки. Дело в том, что когда вы приехали сюда со своими 5 или, может быть, 3 миллионами и с мечтой купить что-то в Сочи, и вам все равно что-то продадут. Но имейте в виду, что здесь очень много так называемых жилых помещений, которые в последнее время просто сносятся, поскольку здесь большой дефицит земли. Для того, чтобы построить что-то нормальное, хорошее, качественное, сюда заходят большие строители, а значит это большие деньги и большие административные ресурсы, они естественно в первую очередь находят те объекты, которые построены незаконно и будут сноситься. Поэтому будьте осторожны. И уж тем более не заключайте договора по так называемым договорам соинвестирования, которые не имеют никакого отношения к федеральному закону 214, регламентирующему долевое строительство. Доля объектов, которые строятся в Сочи по федеральному закону с использованием эскроу счетов, очень невелика. Обращайте на это внимание. Как раз к новостям Юга. Буквально на днях вышло распоряжение правительства о том, что Промсвязьбанк, а это один из банков, который имеет государственное участие, должен быть открыться в Крыму. Это хорошая новость для крымчан и для тех, кто планировал там что-то покупать с использованием ипотеки, поскольку на сегодняшний день там всего лишь три банка, из них один крупный, на которого приходится львиная доля всех ипотечных кредитов, а все остальное, ну то есть фактически два, такая монополия, два банка обеспечивают незначительную часть. Ну и в любом случае три банка для такого региона очень мало, как минимум сейчас будет четыре, но я думаю, что за Промсвязем подтянутся и другие банки. Здесь же на Юге, в частности в Краснодаре, мы заметили большое количество всевозможных субсидированных застройщиками ставок. И три процента объявлений, и пять, это безусловно некие маркетинговые шаги, но они имеют под собой существенное обоснование. В Москве, кстати, тоже появились ставки и 4,44, и 6,99, ну и конечно там 9,99 и так далее, и так далее. Связано это с двумя факторами. Во-первых, застройщики увеличивают цену, то есть перекладывают стоимость платежа на стоимость объекта, покупая тем самым те проценты, которые в данном случае продает банк застройщику. Частично некоторые застройщики в некоторых регионах уменьшают свою маржинальность, то есть свою прибыль, опять же покупая за счет этой маржинальности у банка эти проценты. Выгода, конечно, очевидна, поскольку платеж средний остается небольшим, и это для большинства людей крайне важно именно платеж, а не конечная стоимость. Застройщик фиксирует себе все-таки вот эту высокую стоимость, фактически позволяет себе не демпинговать, не снижать стоимость, то есть получать эту прибыль, естественно получая деньги от банка в виде ипотечного кредита. Для вас частично о тех причинах, почему, на мой взгляд, на новостройки цены не будут снижаться в целом. Я говорил подробно в предыдущем выпуске, там аж целых 8 причин называлось, поэтому посмотрите, часть из них действительно важная, часть менее важная. Поэтому, переходя постепенно к главному, очевидно, что будет определенный дефицит стройки через какое-то время. Еще одна причина, которая позволит не упасть ценам на новостройки. В частности, по данным, которые у меня есть, в Москве за последний период, за месяц март, на градоземельный комитет было подано на треть меньше заявок, то есть это заявки, которые дают девелоперы государству, ну в частности земельному комитету Москвы, на то, чтобы там строить соответствующую недвижимость. Вот на целую треть меньше по сравнению с 2021 годом. Это очень важно. Кроме того, конечно же, не все застройщики достроят свои объекты или как минимум не достроят их в срок. Это важно, поэтому сокращение предложения также будет. Насколько оно будет коррелировать с сокращением спроса, вызванного вот теми ставками ипотеки, которые есть, это большой вопрос. Но мы уже видим ставки 4,4-6, то есть это близко к тем психологическим порогам, которые были и до конца февраля текущего года. Поэтому мне кажется, что существенно это не повлияет на рынок, то есть, точнее так, это повлияет, но это несущественно уменьшит стоимость, несущественно увеличит необходимость застройщикам снижать стоимость, чтобы сохранить продажи на том уровне, который нужен. Единственное, где я оговорюсь, буквально вот здесь в Сочи проходил жил Конгресс, и эксперты, руководители и банков, и больших компаний, на мой вопрос, будет ли разрыв между стоимостью новостройки на котловане и под кровлей, говорили, что, конечно же, будет, поскольку застройщикам очень важно быстро наполнить скроу-счет теми самыми 20%, которые позволяют существенно снизить стоимость проектного финансирования от банка. Ну вот, собственно говоря, появляется некая дополнительная возможность для инвестиций в новостройки, естественно, тех, которые строятся по закону 214, но имейте в виду, что риски также увеличиваются, поскольку и ростры материалов, и прочее, прочее, прочее никуда не делся, поэтому увеличение дохода, естественно, сопряжено с увеличением рисков. Также я и в прошлом ролике некоторые зрители, меня, наверное, не до конца поняли, говорил именно о новостройках, о том, что цены на новостройки падать не будут, а вот разрыв между стоимостью на новостройки и вторичкой будет увеличиваться, поскольку собственникам вторичной недвижимости придется предлагать покупателям что-то существенное, дабы компенсировать ту разницу в ипотечных кредитах, которые на сегодняшний день присутствуют, и это разница между теми самыми 12 и 17 процентами, которые есть. А еще раз сказал, что и от 12 есть у застройщиков сейчас шаги вниз и 5 и 6 и так далее процентов. Ну вот в конце скажу, что вот мы обсуждали с Алексеем Олешко недвижимость Сочи, и в частности, он сказал про некую цифру 45 квадратных метров, которая полагается на человека для того, чтобы он чувствовал себя комфортно. В нашей стране этот показатель крайне несравним с этой цифрой. По закону это 33 квадратных метра на одного человека и 45 на семью из двух человек. Если сравнить с Германией, это 45 метров на человека, США 90 метров на человека, Швеция 40, Япония 35. Вот исходя из этих цифр, и Алексей, и я в общем-то убеждены, что дефицит хорошего жилья безусловно сохраняется, обычного жилья сохраняется, а учитывая, что часть жилья приходит в негодность, нет, скажем так, предпосылок для того, чтобы этот дефицит каким-то образом сейчас был устранен. Понятно, что доходы населения не растут, но тем не менее, и говорить о том, что люди не хотят жить в том, в чем они живут, хотят улучшить свои жилищные условия. Исходя из этого, в нашей стране очевиден некий дефицит жилья, не то что комфортного, а обычного жилья, поскольку есть жилье, которое устаревает, уходит с рынка и так далее, и так далее. Поэтому исходя из этого, не вижу я возможности для снижения спроса, если только не брать те категории потенциальных покупателей, которые, конечно, сейчас потеряют доходы. Какое количество, этого не знает никто, поэтому любые прогнозы, наверное, здесь будут иметь характер гадания на кофейной гуще. Ну и как в прошлый раз, на десерт. Открыт Узбекистан для покупки недвижимостью гражданами других государств. Ну вот такая новость. Правда, там инвестиции достаточно серьезные должны быть. Опять же, это и понятно, поскольку там и рынок менее развитый, чем у нас, и заходить туда сейчас будут, наверное, только те игроки, которые понимают, зачем они инвестируют в долгую. Отток капитала в стране увеличился в 3,6 раза и составил 64 миллиарда долларов за первый квартал. Марат Хуснулин отчитался по доходам за прошлый год и, согласно его декларации, он заработал 25 миллионов рублей. И самый последний момент в качестве паскриптума про сантехнику. Уважаемый мной телеграм-канал «Железобетонный замес», часть информации, которую я читаю, я почерпнул именно оттуда. К сожалению, публиковал информацию про сантехнику, про импортозамещение с такой иронией, что вот теперь у нас не будет сантехники хорошей, а также качественных отделочных материалов. По всей видимости, человек никогда не был в Китае, это во-первых. Во-вторых, действительно не представляет себе, как делать сантехника. Это моя любимая тема, потому что я 15 лет занимался сантехникой. Так вот, что касается Коалина из Луганска. Альтернатив для Коалина много на самом деле, и Коалин не является единственным составляющим для производства керамики. Мало того, луганский Коалин фонил всегда. И сантехника, например, украинская, славуто так называемая, когда мы ее таможили, она зачастую не проходила радиационный барьер на таможне, и приходилось, естественно, коррумпировать таможенников, чтобы они пропускали подобную продукцию. Поэтому, безусловно, это просто некий такой вброс, что возникнет очень большой дефицит для российских производителей санкерамики. Второй момент, касаемый новости про то, что вот теперь бизнес-классу придется покупать отделочные материалы в Китае, которые сильно хуже качества. Ну, как говорил один мой друг, это брехня. Десять лет назад, когда я ездил в Китай, большое количество продукции, которая производилась в Китае, не уступало по качеству европейским. Единственное, в чем они выступали, это модельный ряд, это бренд и так далее и тому подобное. Почти все производили, в частности, керамической плитки, сантехники. Просто боялись китайцев и не пускали на всех выставках их на свои стенды, чтобы те просто не скопировали. И копировали они хорошо. Более продвинутые европейские производители сделали по-другому. Они разместили свои производства в Китае, завозили материал к себе, ну, готовую продукцию к себе на фабрике, переупаковывали, а, возможно, заказывали уже готовую упаковку в Китае, меняли документы и происхождение многих китайских товаров в Россию приходило уже там с лейблом «Произведено в Германии» и так далее, потому что нужно было перетаможить это все в Европе. Поэтому это, мягко говоря, такая отговорка в пользу бедных. Кроме того, значительная часть сантехники, представленной в сетевых гипермаркетах у нас в стране под брендом «Италия», «Франция» и еще что-то, дешевых, естественно, это все китайское производство. Мало того, в свое время я даже завозил китайскую сантехнику якобы под российским брендом, перетамаживал ее на Дальнем Востоке. Так что, уважаемые коллеги, если вы в каких-то вопросах не очень сведущие, пожалуйста, не публикуйте подобную информацию, ну, потому что она вводит в заблуждение нашего потребителя. Многие блогеры, риэлторы растерялись, и тогда, когда собственники забирают с рынка свои объекты, отказываются их продавать, существенно от них зависит. Поэтому им очень важно рассказывать про то, что цены скоро рухнут, чтобы собственники продавали. Один из комментариев у нас на канале под прошлым видео, не помню, как зовут девушку, она меня упрекнула в том, что я не делаю сам сделки, а вот она видит, что происходит на рынке. Она видит то, что происходит на рынке в ее окружении. Объем сделок, конечно, сократился, но это не говорит, что снизились цены. Это не говорит об этом, потому что у нас есть три месяца, как минимум, которые оценили многие эксперты, в течение которых большинство собственников спокойно просто подождут. А через три месяца, возможно, у нас вернется рынок, тем более, что, в частности, крупнейшее агентство недвижимости России «Этажи» заложило вот именно этот период на убытки. А дальше они ожидают восстановления рынка, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому, что касается вторички, здесь снижение цены, возможно, но оно, скорее всего, будет локально. Будут отдельные сделки, где люди будут продавать. Ну, продавать по сильной сниженной цене. Но, опять же, эти сделки будут локальны, их, скорее всего, заберут себе риэлторы, сами вольют в это деньги, чтобы продать дальше уже не с таким большим дисконтом. А те дисконты, про которые я сказал две минуты назад, они будут связаны с компенсацией, ну, скажем так, годового периода ипотеки. Ну, а что касается новостроек, как я уже говорил, есть много причин, почему цены новостройки падать не будут. На этом все. Спасибо. Берегите себя, своих близких, свой дом и свой бизнес, если он у вас есть. До встречи где-то в интернете. И следите за нами в Телеграме. Субтитры сделал DimaTorzok